Свыше 600 спортсменов стали участниками Сахалинского международного лыжного марафона. Соревнования традиционно посвящают памяти губернатора области Игоря Фархудинова. Старт был дан в селе Лесное Корсаковского района. Среди желающих испытать себя оказался и олимпийский чемпион Никита Крюков. С ним пообщался наш корреспондент Игорь Антипов. Никита, ты карту взял, хотя бы изучил маршрут. Знаешь, куда бежать? Мне сказали, здесь не забудешься, буду придерживаться ретрака. На 50 километров Никита Крюков особо не готовился, ведь его конек – короткий спринт. Звезду пригласили на остров, чтобы провел для подрастающей смены мастер-классы. Полтинник – это такая непредсказуемая дистанция. Ты можешь ехать до последнего километра первым, а потом может просто накрыть и тебя догонят, обгонят. С прославленным чемпионом решил познакомиться и самый пожилой участник марафона Александр Дьяченко. Южно-Скалинцу скоро исполнится 80 лет. Разрешите селфи? Давайте, давайте. Спасибо. Вам сегодня легко. Может быть и увидимся где-то на трассе. Погодка благоприятствует, снег хороший, скоростной, так что будет в удовольствие. Бег. Лыжная тусовка, как говорят, сейчас, она привлекает все больше и больше людей. Все больше и больше людей приезжают. С Камчатки люди едут, соответственно, у нас пошел некий такой обмен опытом. Мы едем к ним в апреле, да, на их марафон на Авачинске. Считанные минуты остаются до общего старта. Одни пробегут 30 километров привычным маршрутом. Те, кто заявился на полтинник, выдвинутся в сторону Охотского моря. Сделают там петлю. За весомые призы от 20 до 100 тысяч рублей на 50 километрах поспорили 150 человек. Куш взяла первая пятерка. Среди мужчин лучший результат показал мастер спорта из Ноглик Иван Кустов. Маршрут прошел за 2 часа 1 минуту. Олимпиец Никита Крюков завершил марафон на 8 позиции. Мы подошли к подъему. Иван Кириллов, член сборной команды России, начал натягивать. Мы поехали за ним, четвером уехали. Куда Крюкова дели? А я его не видел. На 30-ку заявилось свыше 300 человек. Одни ускорялись с самого старта, а другие особо и не торопились. Как настроение и сердцебиение? Отличное! Владивосток рулит! Доконим с Востоком! И все же самым реактивным оказался южно-скалинец Александр Яблочников. Он закончил дистанцию спустя час и 26 минут. Ну что, приветствуем первого участника. Задачу поставленную выполнил перед собой. Правда, вот сломал палку на спуске, но ребята очень быстро сообразили, шли на встречу. Среди женщин на полтиннике выиграла Марина Черноусова из Южно-Скалинска. Всего же сильнейших марафонцев определили в семи возрастных группах. Игорь Антипов, Дмитрий Коляровский, телекомпания ОТВ.